Под влиянием того, чтобы появилась мощь и появилась потребность в более активной политике. Теперь у Китая глобальная экономика, экономические интересы по всему миру. Как их защищать? Я уже говорил, у американцев, где не плюнь, там военная база, а китайцы доставляют товары там очень важные, стратегически важные, из Австралии, Ближнего Востока, из Латинской Америки. Туда поставляют, надо как-то все это прикрывать, защищать. Значит, потребность возникает, во-первых, военный компонент усиливать и более активную политику проводить и отстаивать. Ну и в любом случае это историческая неизбежность. Как только государство набирало мощь, появлялись амбиции, появлялись потребности распространять свое влияние. А потом на каком-то этапе появлялись теории о том, что лидерство этого государства нужно не только ему, но и другим. Потому что это государство самое благородное, самое прогрессивное, самое объективное. Защитник всех и путеводная звезда.